Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на игровом канале Восход! С вами по-прежнему я, Михаил, и мы продолжаем с вами играть в Рим 2 Total War. А то вдруг вы забыли, да? Вот. Ну что, друзья, прошло, прошло с нашей последней встречи в игре 10 ходов, 10 ходов, и именно столько времени мне потребовалось, чтобы приготовиться к нападению на понт. Не знаю, что из этого всего выйдет, друзья, вот вообще не знаю, честно скажу. Вот. Ну что-нибудь да выйдет. За... Что вообще случилось за 10 ходов? Честно говоря, почти ничего. Я развивался, экономику там подстегиваю, денежка заходилась, в принципе, здесь неплохая. Налоги у меня, правда, как видите, вообще до нуля упало, но это в связи с тем, что скажем так, почти создал целый степ дополнительный. За это вот так мало денег, но тем не менее на средних налогах он в пятах заходит, пока хватает. Ну, во-первых, из эту Йовину у нас войнушка на Аравийском полуострове продолжается... Извиняюсь, что-то в горло попал. Так. Аравийском полуострове продолжается. Как помните, пошла серия мы Хагар, покосли неплохо, но потом сразу же с ним замирились. Вот. Ну, потом у нас... Нас пригласил Кедар. Кедар нас пригласил повоевать с Собейским царством. Я согласился, даже наш Третий Легион выдвинул вперед на это дело. Но Собейское царство быстро просекло, что не стоит со мной воевать. И они нам предложили 4000 за мирный договор. Но я согласился, почему бы нет. Вот как-то так. Как-то, друзья, вот так. Отношения со всеми плохие. Но, если учесть, что у нас в каждой фракции экспансионизм, минус 170 тачей, вы сами понимаете, что дружить с кем-либо у нас явно не получится. Ладно, хоть торгуем с теми, с кем мы торгуем. Ух ты ж, Иберия. Как же вы так с нами? Нейтрально относитесь к нам. Смотрите, они не порицают мою экспансию с ума сойти. Какие они необычные. Хе-хе-хе. Да вам со мной не светит ничего. Нам уже потом лацию эту захватывать надо будет. Так вот, короче, готовился я, готовился, приготовился. Мы сейчас будем, друзья, наступать. Вот третий легион у меня потихонечку подходит. Я его сюда вот введу в Малую Азию. Потому что у меня там неприкрытые есть места, прямо скажем, неприкрытые. У меня получается только самосата, прикрытым небольшим таким подразделением. Кстати, аптечка, хайд, его нужно заменить, по идее. Хотя, пускай будет в бане, будем там сморачиваться. Вот. Понт-то он раскинул неплохо так свои сети, он почти уничтожил Галатию. В Галатию остался один единственный город Сиде. Я вот думаю, что с ними делать собственно с этим Сиде. Дождаться, пока их фонд конца не добьет или что. Также перетянул я из Балкан вот этот вот седьмой легион, чтобы не комедию прикрыть, но все равно у меня, как видите, город остался открыт один. ДНФС дорога тоже есть. И Тарс тоже голый стоит. Ну вот в сторону Тарса у меня как раз третий легион двигается, но это еще не скоро будет. Не скоро. Как видите, ликтрихода надо, чтобы дойти до туда. Шутю, знаю, как оно получится. Но войска вроде бы у них сосредоточены на северной, точнее, на южной на южной части Черного моря Тристека. Насколько у них еще войск у Понта, шутик знает. Плюс они начали войну совсем недавно с Роксоланами. С Роксоланами? Да ну и вообще Понт очень серьезно выглядит территориально. Как видите, он занял довольно серьезную часть. Четыре полных провинции, плюс еще две провинции половину держат. Воюют с Галатией, Арменией и Роксоланами. Ну, Галатии, считайте, уже нету, Армении тоже нету. Получается, только с Роксоланами. Учитывая, что у них всего лишь одна, один город, то Роксоланов они победят довольно-таки быстро. Ну, ладно, меньше лирики, больше дел, правильно говоря, Так что мы сейчас приступим к военным действиям. Тут никого нету. И первое наше дело будет наш первый легион, которым я так и не поменял конницу, не поменял копейщиков, они у меня просто тупо не дошли до этого дела. Ну, да ладно, у меня зато здесь шикарные лучники есть со слонами. Будем сейчас захватывать, друзья, город Артасаксу. Артакса, Артакса, боже, мы вообще говорим, Артакса, лишь Артакса. Так, объявляем Понту войну. Союзников не берем кедаром, он нам совершенно не сдался в войне с Понтом. Война объявлена. Я смотрю в это. Я верю. Я верю. верю. Я Они ее даже мечтали, они отлично. Ну, вот мы с вами сейчас и зарубимся тогда. Коль вы мечтали, давайте воевать. Биться будем в ручном режиме, друзья, чтобы не терять войска. войска нам потребуется. Ждать когда они там 3-4 хода восстановятся у меня совершенно нету времени. Поэтому будем... О, отлично, вообще они вышли из города в поле. Шикарно. Учитывая, что у меня больше стэка это конница, да еще и слоны, она просто великолепная. сейчас мы им покажем куске ну, отсюда. Две с половиной тысячи в гарнизоне, ничего себе. И это город без стен, представляете? Ну, у понта в принципе только что. У них-то есть только эти, как их, боже мой, всякие там гаплои, не гаплои, в общем, фаланги одним словом. Вот это единственное у них более-менее серьезный отряд. Ну, против нас они не думают, что покатят. Ну, зато у них вполне развитые, у них есть баллисты также. Конница у них вот-вот-вот такая вот, не помню, как называется. По-моему, больше персидская, но они снова близко располагаются, что-то похоже. Так, что, начинаем. Вот они мы, вот они враги. так, тогда нам как? Слонников, наверное, надо где-нибудь вот тут разместить, да? Да, дальше. спокойно. Вот эти четыре отряда конницы мы тогда расположим с этого фланга, пускай они там по скалам будут лазить. А вот эту конницу мы разместим рядом со слониками, чтобы, значится, не мешаться друг другу. Далее, далее, далее у меня четыре когорты, плюс вот эти вот ребятки, два отряда. Будут мои линии, вот мои линии, как-то вот так, да? Так, копейщики по флангам на прикрытии, и внутри, конечно же, мои лукари. Все, я готов к битве. Кстати, они выставили баррикады, ямы всякие, не ямы тут, что только нету, в общем, друзья. Я вот не знаю, а не как они будут здесь вставать, перед этими укреплениями. Это любопытно. Давайте успоримся и посмотрим. Так, чё-то как-то темнеет. Мне показалось, наверное. Ага. Ага. Восточные лучники, местные лучники, ополщенцы, генералиссимусы, копейщики, горожане. То есть, три отряда лукареванев, да? Ну, примерно понял. Ну что? Тогда у нас всё будет очень просто. Очень просто. Значит, конницу мы кидаем в обход к всему этому. Эту конницу также в обход. Куда? Вот сюда. Вот, да. Слонники у меня тоже идут в обход. так, здесь. А я немножко не так. Продвигаем вперёд. Не сильно, не сильно продвигаем первую линию. так, ну-ка, ну-ка, только не вылетай. Фу. Ну, не надо вылетать, ну-то чё. Отлично. Не вылетай. Так, ну, я смотрю, они пошли-таки вперёд. Уж не знаю, с какой целью. На них перетурбации идут, по-видимому, они реагируют на мои конные соединения. Но я собираюсь воевать сейчас в основном лукарями. Лукарями пока полноценных не вырублю. Для пехоты это всё фигня. Всё это фигня, шипы, не шипы. Это всё для конницы. Вот, на ямах можно обжечься. Это чё такое? Острые камни. А описания не будут, я? Хрена знает, будет, не будет. Так, ну что, давайте потихонечку тогда как-нибудь будем вот этих продвигать. так, пока ненечко, ставим квадраты, закрываем фланги, я сказал, закрываем фланги. Блин, да куда вас? закрываем фланги. Так, лукари там фигачат, дай боже, дай боже, фигачат. А нас их не конятся. Сагрил, да, но она сейчас быстро кончится. Это конятся? Восточное ополчение, пошли вперёд. Слоники, идём вот сюда. Так, вот это конница идёт за лукарями. Здесь спокойно стоим, наслаждаемся зрелищем, уничтожением. Два их не конных отряда уже кончились. Просто, просто шить, друзья, просто шить, просто. Дай боже, дай боже, каждому. Так, слоники, подходим поближе. Конница. Конница. Как же вас конница-то что-нибудь сделать интересно? Так, здесь конница. Блин, по всем этим хреням бежит. Мы надеемся без потерь. Догнали лукари, уже не отпустят. вот не хочу использовать слонов, это может плохо для нас закончиться, если они пойдут в сгущу. Так, здесь все хорошо, копейщиков просто мы вот сюда перетянем, и все будет пучком. Здесь никаких проблем нету. Нету. Так, снимаем вот эти квадраты. Боже мой, я спал, снимаем. и закругляем. Так, копейщики, я не давал такого приказа вам. Так, один отряд, значит, преследует вот это говно, а вот эти два отряда бьют в спину, допустим, вот этим ополченцам. Так, что вот эти делают, мне непонятно. Ну, кого-то гоняют, кого-то гоняют, но давайте здесь их в спинку расположим. Там даже один отряд затесался. Все хорошо. Еще один отряд затесался. Давайте бейте сюда. Конец вот так вставайте. Где меня? Ага, ну вот. И главное конец чтобы убили. Вот, 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 тут именно про это я и говорю. Не знаю, как вы там оказались, идите вон за этими, гоняйтесь. Они не хотят, слушайте, какие упорные, их надо отводить. Надо отводить и будем ударять новыми конными отрядами. Доми сюда. Конец что, какая тупая? Сказано же выйти. Так, все, слоников нафиг. Лукареи нафиг, а то они сейчас больше своих настреляют, чем чужих. Все, тут уже все, тут немножко стоять, они все разбегутся. шикарный бой, потери вроде нет, тут один конный отряд на мгновение буквально потерял, выезвен, что делает конец, и тут же лишился, не третий, где-то четверти отряд, наверное. Ну и все, они все бегут, остался кто-то добить, изничтожить, сугубо радиолыча, да, дождать немного, немного побесимся давайте. Все, вот такое сражение, вообще ничего сложного, ну, конечно, немного повезло в том плане, что они вышли из города, если бы они сидели в городе, все было гораздо сложнее бы, гораздо, 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 а так прямо по халяве, по халяве, от нас даже особо никто и не ушел, в общем, получилось отлично, решительная победа, 117 человек потеряли, 2300 убили, бугага, бугага, слоники, конечно, но не пригодились они, грубо говоря, слоники, они там убили 14 человек, и все, ну, зато конница оторвалась по полу, по 200 человек нарубила, да и когорты тоже не сплоховали, лучники постреляли, в общем, все отметились, все хорошо сыграли, молодцы, когорты, по-моему, получили только только серебряные лычки, если не ошибаюсь, да, отлично, очень хорошая конница прокачалась в этом сражении, ну, что, захватываем город, теперь артакса наша, минус 34, здесь все сносим, это вставляем, и вопрос куда, а, вопрос не стоит, куда, совершенно, так, а почему у меня, а, ну да, здесь же можно обучиться, конница, да и не только конница, ну, хорошо, дальше у нас Кирана идёт, где Кирана, по идее, там, ну, тут сложно, сложно ещё говорить, нас могут легко обойти, легко обойти, в первую очередь, мы, конечно же, будем сейчас вот этот город захватывать, город со стенами, бывшая, раньше принадлежала на Армении, Тигранакерт, вот он, их ней, гарнизон, всё то же самое, их ней, гарнизон восточных копейщиков, они даже не фалангиты, как оказывается, довольно-таки слабенькие отряды, восточные местные ополчения это вообще ни о чём, ну, много лучников, ну, до них только добраться, они тут уже сдохнут, возьмём, наверное, себе Таран, продолжим осаду, подведём ещё один регион на помощь, я думаю, может быть, сразу протоковать, сейчас посмотрим, какие, какой расклад по силам, я думаю, автобитву устроить, у нас здесь явное преимущество, 80%, она, конечно, потрепала, ух ты ж, мы слоника потеряли, кавалерия в жопе, вот из-за этого я не люблю автобитвы эти, чёрт, чёрт, ладно, это ускорились серьёзно, тогда у нас какой легион там, электроотряду можно улучшить, хорошо, броньки тут всякие, а, чё, деньги кончились, фига ты, ну ладно, в следующий раз, тогда у нас что выходит, у нас выходит, что этот легион нам придётся оставить на месте, на 4 хода, блин, этот на 3 хода, жопа, сам говорил, что надо руками, и сам же автобоем сыграл, ну вот как это называется, подзастряли, подзастряли, но ничего страшного в этом нету, вообще можно поставить патрулирование, ничего сложного, ничего страшного, так, здесь, значит, денег у меня нету, но тут явно сносим, третьего ранга тоже сносим, на одной из них по любасу сносим, на общественный порядок надо переделать, конечно, пока денег нет, 6 тысяч у меня доход, ну нормально, нормально, минус 23, да, это серьезно, сюда надо кого-нибудь загонять бы, кстати, так сюда из города можно выйти, минус 3, собственно, хорошо, это хорошо, так, армиями я все проатаковал, у меня единственный вопрос, насколько, насколько здесь все хорошо, если я вот этих ребят буду уладить, плюс 4, нормально, не просто они потребуются в моих завоеванных территориях, перемещаются, хотя бы хоть кого-нибудь здесь, здесь все хорошо, но здесь рано трогать вот этого перца, здесь тоже все рано, рано, все рано, ну нормально, нормально, так, у меня осталось еще сегодня, дайте глянь, в общем, там все хорошо, запись идет, да, идет, 23 минуты отыграли, но сейчас у нас еще будет одно сражение, друзья, думайте, почему у меня нету денег-то в угадах, я себе флот от хрена, целый стейк, вот он он, флот номер 2, Либератрикс, и мы сейчас им нападем на Синопу, я хрен не знаю, что из этого выйдет, у меня здесь, как вы видите, 4 баллисты, 2 лукаря, остальное все мишники, а ну еще вот эта хрень, я вообще не знаю, что это, давайте попробуем, я не знаю, как он прокатит, не прокатит, ну вот, по автоматическому автобую проклад неплохой, давайте глянем, сколько процентов, 67, да, если от обороны, то 71, я вот думаю, а как сделать-то, давайте, может, я не знаю, руками попробуем, правда, вот это все высадки, не высадки, это все очень долго будет происходить, на самом-то деле, но мы еще ни разу времени не играли, именно, флотом, не сражались, давайте попробуем, я просто знаю, что у понта есть флот, если мы сейчас расхреначим свой, сильно покоцаем, то она может потом за это достаться, поэтому давайте, руками, ну и заодно, потренируемся, так сказать, на окошках, да, в управлении флотом, не знаю, как здесь лучше сделать, наверное, по 4 отряда пехоты, я высажу с обоих сторон, от города, наверное, все стреляющее, сосредоточу в порту, снесу вышки, ну и так, в первом приближении, я просто не знаю, какой силы у нас эти морские десанты, справятся ли они с отрядами противника, так, туман меня не устраивает, давайте мне ясную погоду, вот, ну выглядит все это прикольно, давайте вообще познакомимся со флотом, что он из себя представляет, вот посмотрим, так, ну вот они мои, обычные Квинкверема, Квинкверема, легионы флота, легионеры флота, 105 человек, ну, выглядят они, прямо скажем, шикарно, да, такая, тематика посейдона, всякие, он хвосты, трезубец, ну, прикольно, прикольно, давайте глянем, вот на этих, гексорем, что это такое, чем это все отличается, честно говоря, я так и не понял, ага, они отличаются тем, что у них на борту есть баллисты, друзья, вон оно как, то есть, у них есть и десант, и баллиста, это интересно, я бы знал бы, раньше, я бы, больших заказал бы, по крайней мере, хотя бы, ну, еще на одну штуку, так же у меня есть, значит, легкие корабли ближнего боя, я их взял из-за скорости, такие, знаете, загонщики, загонщики, надо догнать, что-нибудь легкое, вот, ради бога, это корабль снабжения, он нам вообще не нужен, уберем его, так, ну и, баллисты, собственно, баллисты, посмотрите, баллисты такие же получаются, давайте рядом поставим вот этот корабль, и сравним его внешне, даже внешне почти одинаково, то есть, что тут баллисты, что там баллиста, единственное, поменьше вроде бы, да, ну да, ладысь, ладысь, что будем делать, друзья, что будем делать, ну, вот эти три отряда мы оставим, для вторжения в порту, вообще фиг и узнает, как там все это будет, где-нибудь вот здесь оставим, и фиг бы снимем, дальше четыре, значит, отряда будут высаживаться здесь, дальше, вот эти три отряда, будут высаживаться с другой стороны, вот здесь, да, и здесь же, наверное, лучников припошел, хорошо, дальше, значит, обстрел будут производить мои баллисты, где-нибудь отсюда, а эти трое, ну, с центра разместим, поехали, давайте подведем данное, значит, судно поближе, чтобы иметь цели, для обстрела, поближе, также, двигаем, лукарей, понимаете, ребята, отправим на высадку, здесь тоже, да, наверное, этих тоже надо бы отправить, на высадку, ну, да ладно, в общем, друзья, теперь ждем, башен, не вижу вообще, от слова совсем, бога, да, ну, и логично, что их нету, на самом-то деле, так, а вы всегда так медленно, да, у вас как-то скорость, можно греблю плюс 20, ну, давай, шо, я против, что ли, ну, почти, почти они добрались, слушайте, ээээ, я вас уверен, вы сюда подходите, где у нас тут еще трое, вот они, вы тогда давайте, вот сюда подходите, так, здесь все плывут, здесь тоже плывут, здесь пока что сюда, тут высаживаются ребята, там, в общем, все неплохо пока идет, надо только ускориться, чутка, так, и как мне кажется, они отступили, да, можем включить еще обычные снаряды пламенные, ну, они сами начали обстрел, единственное, давайте, наверное, попросим их вот сюда шмалять, так, и выключим вот это дело, отлично, здесь эти подходят, тоже начну сейчас шмалять, так, ну и моя армия, моя армия, здесь еще не вылезли они, ждем, дома, случая, и должны были появиться с той стороны, ребятки, да, вот они, вот они, и как мы видим, корабли-то потом не уходят, не уходят, лады, тогда вы сюда, вы давайте сюда, это значит нужно искать место, так, вот четыре отряда, давайте-ка вы куда-нибудь вот сюда подходите, мне нужно еще усадить троих, а, вот здесь можно, все шикарно, знал бы раньше, бы уже высадил бы, так, я только что не пойму-то, вы стрелять-то по этим будете, то есть у них есть гребли, есть не гребля, стрелять по готовности, а как они будут стрелять, если, ну понятно, ну в общем никак они стрелять не будут, давайте тогда высаживать их, других вариантов я не вижу, так, ребята, вы давайте, вот, фигачьте, хоть один бы попал, но у них вроде бы как с боеприпасами все шикарно, блин, ну кто-нибудь возьмет с упреждением, нет, один взял, но оказался недалез, вот печаль-то, ну давай же, попади, ну я тебя прошу, епернициатор, прям, ну головами просвистел, ах мать, ну ладно, чё ждём, так, здесь ждём, здесь наши высадились, четыре отряда, плюс два отряда лукарей, всё готово, в принципе-то, о, неужели попали, но и титью за ногу, а минус 20 почти сразу, так, эти всё грибут, грибут и грибут, отлично, тут у меня ещё три отряда высадилось, давай сюда активнее, да что тебя заклинило-то, наконец-то ура, наконец-то ура, больше ни разу не попали, да, ребят, таким образом вы долго стрелять-то будете, или вы специально, блин, отправили этот отряд, чтобы он отвлекал меня, ну-ка, вот, шмальни в кучку, давай, хорошим так, один корабль, а остальные вообще насрать, они как стреляли, вот, так стреляют, о, хоть кого-то покоцали, скотин, так, эти ребята умеют вставать в квадраты, это меня радует, что, давайте потихонечку продвигаться будем, дадим возможность поработать с лукарям, здесь тоже будем входить, так, здесь у меня трое, каких-то ребят, легионеры, ветераны флота, тоже могут вставать в квадраты, так, вот, баллисты, короче, это корабли, стрёмные, признаем этот факт, что эти корабли стрёмные, так, у нас все выдвигаются на, на, куда ты пойдешь, ну все, встаем квадратами, здесь, посылаем сюда, два отряда, один отряд сюда, здесь у нас командующие, так, здесь заходим сюда, здесь, ребятки, заходим в круг, просто тупо встаем, вот так вот, и все, баллисты, хрен знает, что с вами дело, давай вот сюда вот, переведем, так, здесь что, ставим квадраты, кстати, проблема у нас, вполне возможно, так, отменить, нападать на командующую, ого, какой наплыв-то здесь серьезный, нападаем сзади нашими тремя, стоят, стоят, так, здесь, мордуем команду, еще он почти уже сдался, квадрат, и здесь тоже квадрат, да, тем временем мы уже захватываем их, ихнюю площадь, лучников пошлем за ихними лучниками, так, один отряд у меня остался, да, вот он, пошлем их в спинку, массировать ихнюю спинку, друзья, так, здесь, четыре отряда наших, насилуют, их, артаксия, и это успешно у них выходит, ой, какие они медленные, я так думаю, надо, наверное, вообще от баллистов отказываться, что-то мне как-то это не понравилось, в отдел, в принципе, можно, если поставить зажигательные снаряды, то можно еще этим баловаться, в принципе, так, а вы что встали-то, вы гоняете, ой, нет, не туда отправили, все, да, справились, молодцы, давайте, заходите в бочину противника, давайте, 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 вот так вот, вот, хорошо как, так, вы тоже давайте, давайте, входите, ну и, наверное, поставьте квадрат, что вам удобнее было, а, мы уже захватили, в принципе, да, то есть, можно еще два отряда отрядить, куда-нибудь, вот сюда вот, ну, отлично, тут кто, тут лукари, бегают, ну, лукари, несчастные люди, нифига, не довелось, побывать, в этом бою, так, здесь, преследуем, преследуем, чтобы эти гады, в случае чего, не вернулись, хорошо, так, здесь, наши, отошли, ставим квадраты, сбоку, у них половина войск, сразу же, начинает мигать, ай-яй-яй, это что такое, ну-ка, отвисай, ну, отвисни, пожалуйста, ну, я очень тебя прошу, скотина, друзья, по-моему, эта скотина, уже не отвиснет, к сожалению, но, не захотела, она сегодня, рим, работать, полноценно, пару раз заикалась, в предыдущей битве, но, вот, с одного раза, решила, зависнуть, напрочь, к сожалению, подводят меня, оборудование, техника, игра, никуда не денешься, но, здесь очевиден, очевиден тот факт, что мы, выиграем, при этом, даже, потерь-то никаких, не понесем, тут, сами видите, вот эти, первоотряд, которые подошли, на которых, вся эта шабла накинуть, они до сих пор, почти, не потеряли, то есть, вы видите, зеленые полосочки, ни у кого, даже, капли, нет урона, вон, некоторые, только, откидали свои дротики, так что, моща, серьезная, у этих юнитов, очень серьезная, можно легко, захватывать, прибрежные, бантийские города, чем мы, будем, друзья, заниматься, но, уже, в следующей серии, этот бой, я переиграю, без вас, потому, что, уже понятен результат, ну, и, приготовлюсь, там, либо, найду, вражеский флот, либо, найду подходящий, следующий город, для, такой, осады, города, прибрежные, мы не будем, захватывать, поскольку, мы их, в любом случае, не удержим, нам, нечем удерживать, флот, для этого, не годится, мы, будем, просто, грабить, бугага, бугага, на этом, друзья, с вами, прощаюсь, спасибо, что смотрели, не забывайте, ставить лайк, писать, комментос, ну, и, конечно же, подписываться на канал, всего хорошего, и удачки,